Я приветствую всех наших телезрителей, кто сейчас смотрит прямое информационное вещание телеканала The Weekend Business, может быть, в соцсетях, может быть, по традиционным каналам телевещания. Добро пожаловать! Мы сегодня обсуждаем серьезные вопросы, ну, как обычно, впрочем, программа «Время говорить». Итак, давайте разберемся, как у нас обучать школьников и студентов колледжей «Основам бизнеса». И насколько эффективно у нас работает сейчас вот тот самый предмет, который внедрили мы совсем недавно, казалось бы, да? Много было споров, между прочим, а сейчас уже мы имеем какие-то результаты. Предмет называется «Основы бизнеса и предпринимательства». Девятые и десятые классы колледжи уже изучают то, собственно, как начать свое дело. И более того, у нас есть хорошие примеры. В студии, прошу приветствовать, у нас Олжас Ордобаев, зампредседатель управления национальной платы предпринимателей. Здравствуйте, господин Ордобаев. Добрый вечер. Подключается по скайпу Алтыная Саду Акасова, учитель, собственно, этого предмета, основы предпринимательства и бизнеса, школа лицея 89. Дайте мне, пожалуйста, если есть подключение. Так, и Ордобейк Мусаев, участник третьего потока стартап-проекта «Осгерис». Это «Октау». Я пока не вижу подключения по скайпу, но наверняка она будет. Давайте, да, вот я вижу учителя. Добро пожаловать. Вы слышите нас, да, господин Ордобаев? Да. Слышите? Ну, наверное, да, сейчас. Давайте, господин Ордобаев, с вас начнем. Все-таки хотелось понять, если у нас 4000 школ уже участвуют в этом проекте, 130 тысяч школьников обучились уже, а где результаты? Есть ли бизнес, который открыли школьники? Ну, безусловно, Данил, сразу результаты ждать сложно, но при всем при этом у нас действительно есть уже ребята, кто в проекте «Осгерис». «Осгерис» – это такая вот конкурсная уже часть этого предмета. Как у любого, наверное, предмета должна быть Олимпиада, должен быть конкурс, где ребята могут пососизаться. И, в общем-то, «Осгерис» – это как раз-таки конкурс для школьников по основам предпринимательства. И у нас уже 200 ребят за прошлый год мы профинансировали небольшими грантами. Это было сделано совместно с Халекфанд, который спонсировал вот именно этот конкурс. И действительно, ребята, эти 200 проектов начали реализовывать, начали зарабатывать на этом деньги. Гранты у нас были такие вот, скажем, по философии проекта самого были небольшие, буквально 50 тысяч тенге. Этого достаточно для того, чтобы протестировать саму идею. Насколько она рабочая, насколько действительно кому-то это нужно, потому что иногда, нам кажется, что вот моя идея самая лучшая, я сейчас стану миллиардером. Но бывает так, что самому клиенту, самому потребителю это не очень интересный проект. Поэтому, в общем-то, давали мы такие небольшие деньги, причем ребят в процессе постоянно обучали, сопровождали, менторили. Целая команда, у нас вот целая команда проекта «Осгерис». Это очень такие идейные, заряженные ребята, которые сами еще буквально совсем недавно были школьниками и разговаривают с этими школьниками на одном языке, на одних площадках, в ТикТоке. И мы даже так стараемся туда даже сильно не лезть, потому что там своя атмосфера, там свой вайб, как говорят школьники, там молодежь. И поэтому там все весело. Да, у нас есть Адельбек Мусаев, вот я вижу связь. Появилась Актау, участник третьего потока проекта «Осгерис». Пожалуйста, Адельбек, вы меня слышите, да? Так, что-то мы не слышим, Адельбек. Да, звук где? Где у нас звук? Ага, здравствуйте, меня видно? Да, все видно и слышно. Я так понимаю, что у вас… Да, вы владелец собственного бизнеса уже, да? Хотя еще учите в школе. Да, все верно. Меня зовут Адельбек, я выпускник третьего потока бизнес-инкубатора «Осгерис». И обладать вот того же гранта, который нам рассказали. Я… Что за бизнес? Да, что за бизнес? Как? Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь? Учите в школе или уже закончили, Тарас? И во-вторых, собственно, какая у вас была бизнес-идея и как вы реализовали ее вот на данный момент? 50 тысяч денег куда потратили? Ага, я обучаюсь в государственной средней школе. Я ученик единственный Е-класс, и у меня бизнес-проект – это армейские снеки, это кушеные фрукты. Это ваша продукция, вы уже ее выпускаете? Да, мы реализацию, да, выпускаем данную продукцию. Так, и расскажите, какие у вас объемы самые интересные, кто вам помогает, мама, папа или уже есть бизнес-партнеры? Ага, на данный момент мы постепенно начинаем закупаться именно сырьем, это фрукты, и начинаем оптовые отгрузки в наши маленькие магазины. Ничего себе! И постепенно будем, думаю… Завоевывать внешние рынки, да, потому что нам надо завоевывать внешние рынки, у нас стоит такая задача, какой-то наш особый продукт должен представлять Казахстан. Кстати, я вам этого и желаю. Ну, один еще вам вопрос, да, не уходить со связи. Дербейк, идея заняться бизнесом у вас возникла в тот самый момент, когда у вас появился вот в образовательной программе этот предмет, либо вы уже, можно сказать, с самого начала представляли себя бизнесменом. Есть же такие ребята, которые там во втором классе уже продают, там, я не знаю, шоколадки, фантики, там, у нас… В моем детстве, помню, было такое. Ага, предпринимательская жилка у меня была с детства. Так. Мы там с детства продавали наклейки, там, по 5-10 тенге. Бизнес… Я принял решение заниматься бизнесом после того, как устроился на найм. У меня график был с 8 утра до час ночи, и мне платили за день 3 тысячи тенге, и мне это не нравилось, и я принял решение лично для себя, что буду заниматься именно предпринимательской деятельностью, потому что это ближе именно ко мне. Вам помог как-то предмет? Да, школа помогла, вот образовательный предмет. Вот я почему так спрашиваю, потому что вот мы с господином Рудобаевым не раз обсуждали, многие говорят, зачем нашим детям это все, и это нагрузка и так далее, отстаньте от детей, у них должно быть детство. Вам этот предмет как-то помог стартануть? Да, конечно, предмет мне очень помог, и я… Этот предмет дал базу именно, что такое предпринимательство, что такое бизнесмены, что есть, в принципе, бизнесмены, есть предприниматели, и это какую-то базу, что для понимания, конечно, я получил по этому предмету. Окей. Учитель теперь. Алтыная Садуакасова. Учитель предмета, собственно, основы предпринимательства и бизнеса. школы-лицея 89, Нурсултан. Пожалуйста, госпожа Садуакасова, насколько все это популярно сейчас? Нет ли такого, что прогуливают эти занятия специально, например, да? И, самое главное, ваша позиция в отношении дальнейшего развития вот этого проекта? Как-то надо его трансформировать и в каком направлении? Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Действительно, этот предмет… Вы знаете, наша школа, ОМЭ, у нас вторая. И когда открылась, действительно спрашивали вопросы, что-то предмет предпринимательства и, конечно, как высокие учителя, которые прошли курсы, которые получили спецификаты по этому предмету. Я, конечно, постаралась рассказать своим ученикам, что насколько этот предмет нужен сегодня в наше время, чтобы они были готовы уже и знали, что такое бизнес, кто такой предприниматель. И, конечно, после того, как мы уже провели бесед, выдали нужную информацию для наших учащихся. Очень многие выбрали этот предмет. И уже вот на протяжении второго года мы занимаемся, я веду в 10-11 классах, и действительно видно в наших учениках, что очень приятно, что они все заинтересовались. Им очень было интересно. Они прям с каждым разом, вот когда урок начинается, они спрашивают у меня, давайте поработаем практически. И на свои уроки я приглашаю гостевые у нас лекции. Вот, пользуясь случаем, могу сказать большое спасибо от Амикен. Они всегда нас сопровождают, они нам всегда помогают. Они приглашаем их на гостевые лекции, они с удовольствием к нам приходят и рассказывают, делятся своим опытом и рассказывают свои успеха. Я считаю, что это очень важно для наших учеников. Скажите, пожалуйста, как в дальнейшем вы видите развитие этого проекта? Что бы вам еще хотелось? Вы, что называется, на земле, вы работаете педагогом. Знаете, ну какие там часы, дополнительные часы, может быть еще что-то? Может быть плюс там, я не знаю, не 50 тысяч давать, а по 100. Ну, вот какие идеи у вас в этом отношении есть? Ну, знаете, конечно, хотелось, чтобы таких проектов было больше. Чтобы, действительно, мы могли мотивировать своих учащих, да, стимулировать. Вот как раз такие конкурсы, проекты, их было больше. И, конечно, вот после того, вот как на протяжении, вот еще у нас только первая четверть началась, в некоторых пасах только про этот предмет был. Так вот, сейчас многие десятые интересовались и просят, чтобы предмет у них тоже проходил и был. Хорошо. Да, давайте, давайте. Я просто не могу не обратить внимания на то, как Адильбека хорошо подготовили и в ходе, в ходе школьного предмета, и в ходе, видимо, инкубатора. В камеру показался продукт. Он использует любую возможность для промоушена своего продукта. Молодец, классно. Молодец. Да, давайте, да, вот этот вопрос я теперь вам адресую непосредственно. Дальнейшая трансформация. Вчера было совещание, господин Кулебаев, глава Национальной палаты, собирал всех учителей. Они попросили создать ассоциацию. Что это будет такое за ассоциация? Зачем непосредственно? И как это повлияет на дальнейшее развитие проекта? На самом деле ассоциацию, это было волеизъявление самих педагогов, они решили о том, что нас стало достаточно много. Нас уже более пяти тысяч. Педагогов, которые прошли через курсы повышения квалификации, стали педагогами основ предпринимательства. И у них потребность в общении друг с другом, в обмене опытом, в том, чтобы где-то, в общем-то, подсказывать какие-то кейсы, какие-то тонкости, с которыми уже столкнулись. Поэтому вот именно ассоциация, это было желание, наверное, как-то вот объединяться, коллаборироваться, обмениваться опытом. Тимур Аскарович действительно эта идея прям очень понравилась. Он сказал о том, что мы будем поддерживать методологически, мы будем поддерживать институционально, какими необходимыми ресурсами. Мы вот эту ассоциацию педагогов будем, безусловно, поддерживать. На сегодняшний день повышение квалификации педагогов, оно длится, вернее, оно проходит раз в год. Но в рамках этой ассоциации мы решили, что будем проводить в течение года еще как минимум две-три встречи. Да, вот нам показывают сейчас видео, что, собственно, вы вчера тоже выступали, я смотрел. Какие острые проблемы они сейчас ставят, преподаватели, которые участвуют в этом проекте? Наверняка есть какая-то проблематика, да? Да, безусловно, есть острая проблема, с которой мы столкнулись буквально вот в конце августа, в последних числах августа. Для нас это стало для всех немного такой вот неожиданностью. Но Министерство образования сократило количество часов, ранее это было 2 часа в неделю, теперь это час в неделю. Всего лишь 2 часа, я думаю, каждый день преподают, если честно. Ну, хотелось бы, хотелось бы, и дети хотят. Но, в общем-то, пока было 2 часа в неделю, сейчас сократили до часу, но мы планируем отстоять свой вот этот вот дополнительный час, потому что действительно дети получают, что называется, жизненные навыки. Они учатся работать в команде, они учатся взаимодействовать друг с другом, они учатся отстаивать свою точку зрения, презентовать свои проекты, считать уже в практическом применении. Это то, что называется вот этими самыми жизненными навыками, soft skills, эмоциональный интеллект. Все вот эти вот модные названия, они присутствуют в рамках этого предмета. Поэтому мы видим от него такой вот хороший эффект. И вот когда у меня спрашивают о том, что ну вот и что вы хотите всех детей сделать бизнесменами? Нет. Конечно, не хотим и, конечно, не получится. Потому что в любом случае вот таких вот ребят, как Адельбек с предпринимательской жилкой, не так может быть и много. Но при всем при этом ребята получают очень много навыков, которые им понадобятся в жизни. И дальнейшей работе. Даже если они будут работать на кого-то, они будут уметь работать в команде, они будут уметь выступать, они будут уметь считать и доказывать свою точку зрения, критически мыслить. Да. Вот вчера интересная мысль прозвучала. Если 20% обучившихся по данному предмету школьников откроют бизнес, в Казахстане появятся десятки тысяч новых предприятий. Это вчера господин Кулебаев высказал такую мысль. Если можно, да. Адельбек, я смотрю, вы хотите что-то сказать, да? Или у вас просто промо идет, жесткая промо вашего продукта. Есть что сказать еще? Да, все, спасибо. У нас связь, я прошу прощения, у телезрителей немножко. Актау, это скайп, не всегда мы можем обеспечить, не все от нас зависит, да. Ну, если можно, в дальнейшем, вчера тоже мысль прозвучала, что нам надо расширять это все, но уже с точки зрения экономики, какую-то базис давать немножко пораньше, не с 10-11 класса. У нас будут уроки экономики, например, с 5-го, с 4-го класса, как на Западе? Вот сейчас мы как раз-таки и выдвинули эту инициативу в адрес Министерства образования и правительства о том, что с 5-го класса было бы неплохо уже сейчас внедрять предмет именно финансовая грамотность. Это, знаете, вот нашумевшие последние темы, да, с перекредитованностью населения и так далее. Они как раз-таки берут свою, наверное, основу и начало вот оттуда, еще с детства, когда нас научили правильно считать, не научили. Дали какие-то навыки, вернее, дали понимание, как работают кредиты, что такое банковская система или не дали. Поэтому мы бы хотели вот именно с 5-го класса, начиная, пока в режиме факультатива, ребятам объяснять, что такое личный бюджет, как работает кредит, как работает в целом экономика простыми-простыми понятиями и критериями. Это международный опыт, он присутствует и в Британии, он присутствует и в Финляндии, на которой мы все во многом равняемся в вопросах именно образования, вот лидеры по многим международным исследованиям. Поэтому во всех этих странах-лидерах есть так или иначе, начиная со средней школы, вот именно сначала финансовая грамотность, потом трансформируется в предпринимательство, либо экономику. Поэтому это международный опыт. Мы надеемся, что сможем убедить Министерство образования, что такой факультатив для начала нужен. И вернем еще один наш час по предпринимательству. Вообще, конечно, странно слышать, что оказывается, немножко это даже со стороны Министерства есть какое-то противодействие. Так, господина Садова-Касова, что вы думаете по поводу высказанных мыслей сейчас? Какое у вас мнение? Ну, вы знаете, классно 100%, что начинать с пятого года, чтобы дети умеют планировать, уметь планировать, уметь составлять определенный бюджет, как тратить деньги. И, в принципе, наши дети это знают. Просто их нужно, наверное, правильно направить, научить, показать, разделить, чтобы действительно у них уже образовалось мышление, как потратить, для чего потратить. Я считаю, что нужно все-таки, да, с пятого класса этот предмет, как факультатив, да, ввести. Да, конечно. Очень правильно было сказано, что дети хотят, и вот действительно стремление есть, и нынешнее поколение очень амбициозное. Дети все поголовно хотят быть успешными, хотят быть финансово обеспеченными. И это правильное желание нужно направить в правильное русло, что ты можешь быть богатым, ты можешь быть успешным через предпринимательство. Вроде мама, папа есть, но, например, я со своими работаю тоже в плане финансовой грамотности, там завел среднему карточку, старшему там карточку, младшей карточку, и как-то пытаюсь семейный бюджет перераспределять, карманные деньги, инициатива, награда. А тут еще школа будет в плане нагрузки. В плане нагрузки, но вот опять-таки. Если вы говорите о Западе, на Западе тоже так или нет? Да, 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 безусловно. То есть, видите, сейчас во главе угла, практически во всех системах образования стоят так называемые жизненные навыки. Это те навыки, которые нам в жизни пригодятся. Условно говоря, математика классическая, она, безусловно, нужна обязательно. Но чтобы ее трансформировать в жизненные навыки, тут нужен, допустим, условно, предмет предпринимательства, когда его умение считать трансформируется уже в жизненный навык, считать деньги, считать бюджет и так далее. Поэтому в этом случае бизнес и предпринимательство, как предмет, это такой вот, знаете, это та площадка, где они просто могут реализовать все те знания, которые получили на других предметах. Что-то они получили на математике, на русском их научили правильно, на казахском правильно говорить, писать. Они это используют здесь. И все, все, все со остальными предметами все точно так же работает. Вот просто предпринимательство становится площадкой, где они эти все знания переведут уже в жизненный навык. Да, да. Адильбек, вот под конец, если можно, какие у вас дальше бизнес-планы? Что вы планируете? Как развивать будете свою идею? Может быть, другие ниши будете интегрироваться? Да, конечно, на этом я не остановлюсь. У меня на данный момент есть четыре проекта. Два бизнес-проекта, один социальный проект и один творческий проект. Я любитель пофотографировать и свою работу я выставляю в социальную сеть. И там делюсь со своими работами. А по поводу бизнеса, да, у меня есть очень бурные идеи в дальнейшем, которые будут известны всем. С какими проблемами вы уже сталкиваетесь? Недоступность финансирования, о чем мы постоянно говорим, например, вот здесь в этой студии, и кредитов и так далее, сложность оформления. Это уже вас касается или пока нет? Нет, конечно, слава богу, у меня родители, они финансируют все мои затраты на бизнесы. Я родительство в семье бухгалтеров и предпринимателей. О, хорошее подспорье. И есть какой-то плюс, и я очень рад за это. И как-то по наследству это все, это жилка. Ясно. Последний мой вопрос. Вот вы упомянули, что мы, ну как бы перекредитованность, закредитованность населения. У нас действительно колоссальные какие-то совершенно не очень хорошие цифры. Что еще мы решим? Какие проблемы в будущем? Буквально полминуты у нас и мы заканчиваем. Если вот совсем кратко, то в Казахстане не так много людей, всего 18 миллионов человек. И вот задача системы образования и всей этой системы подготовки кадров в том, чтобы каждый нашел себя и каждый был эффективен на своем месте в дальнейшем, в будущем, в специальности, в профессии, которую он выберет. Вот именно предпринимательство, оно выполняет еще и профориентационную роль. Потому что когда ты выбираешь бизнес-проект, идею, ты вот как раз таки перелопачиваешь кучу всяких разных направлений. Ты понимаешь, о, мне интересно хорика, мне интересно ресторанное дело, а может быть я пойду поваром и так далее. Так это работает в Финляндии, например. Поэтому мы решаем многие проблемы, мы решаем в том числе проблемы, связанные с мягкими навыками. Мы проводили анализ и опрашивали ребят, кто учится на первых-вторых курсах университетов и спрашивали, чего не хватило в школе. И у нас достаточно много, порядка 60% ребят говорили о том, что не хватило этих мягких навыков. Выступать перед коллективом, выступать перед аудиторией. Поэтому мы решаем большой спектр вопросов. И наша, наверное, такая вот главная мечта – это подготовить завтрашних капитанов казахстанского бизнеса, которые будут красоваться на страницах Forbes и не только нашего казахстанского. Удачи вам в этом. Спасибо большое. Время у нас вышло прямого эфира. Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание. Это была программа «Время говорить». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...